Приветствую вас на канале Девайс, сегодня на обзоре видеокарта от компании Гейнворд, модель GeForce RTX 3060 Ti Panther OC 16GB. В описании под видео я оставлю ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на эту видеокарту. Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте ставить лайки, а чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Начинаем! 4060 Ti Panther OC может похвастаться системой охлаждения с тремя вентиляторами толщиной в 2,5 слота, отсутствием каких-либо светодиодных подсветок или логотипов, что идеально подходит для пользователей, предпочитающих прятать свои сборки ПК в корпусах без окон. Эта карта весом всего 1500 граммов может похвастаться легким дизайном по современным стандартам. Размеры карты составляют 25 на 12 см. Подключение дисплея включает в себя три стандартных порта DisplayPort 1.4A и один HDMI 2.1A. На плате используется восьмиконтактный разъем питания, который рассчитан на потребляемую мощность до 400 Вт. Основной радиатор обеспечивает охлаждение графического процессора, микросхем памяти и VRM-схем. Задняя панель имеет специальные вырезы для оптимальной вентиляции. Конструкция вентилятора с аэродинамическими законцовками лопастей концентрирует поток воздуха, направляя максимальный воздушный поток на радиатор системы охлаждения. Рама UltraDense Protection Plate обеспечивает дополнительную защиту видеокарты, предотвращая ее изгиб. RTX 4060 Ti – видеокарта для среднего уровня производительности с чипом NVIDIA нового поколения. Она обеспечивает максимальную производительность при разрешении 1080p, включая трассировку лучей. А при настройках от Хай до Ультра вполне играбельна с разрешением 2К. Для разрешения 2К с трассировкой лучей вам, возможно, потребуется изменить некоторые настройки, а еще лучше позволит GeForce Experience подобрать нужные настройки для вас. Лучшим вариантом было бы воспользоваться преимуществом таких функций, как DLSS. Поскольку RTX 3060 Ti основана на новейшей графической архитектуре Adela Flays, она оснащена функцией DLSS 3 Frame Generation – новаторской функцией, позволяющей увеличить частоту кадров с минимальным воздействием на качество изображения. Графическая архитектура GeForce Adela Flays представляет третье поколение NVIDIA RTX – технологии, которая интегрировала трассировку лучей в графику реального времени и игровые приложения. Сама по себе трассировка лучей – это святой грааль 3D-графики, поскольку это наиболее ресурсоемкий способ создания фотореалистичной графики. NVIDIA придумала способ объединить обычную растровую 3D-графику с определенными элементами трассировки лучей в реальном времени, такими как освещение, тени, отражение, глобальная подсветка и размытие при движении, чтобы значительно повысить реалистичность в играх. Даже такая большая часть трассировки лучей требует огромной вычислительной мощности, и поэтому NVIDIA внедрила RT-ядра – аппаратный блок с фиксированной функцией для вычисления пересечений лучей. NVIDIA использует искусственный интеллект для снижения уровня шума, и, следовательно, графический процессор оснащен тензорными ядрами, которые ускоряют построение и обучение нейронных сетей, помимо таких функций, как DLSS. А теперь посмотрим, как видеокарта показывает себя в играх. В таблице я указал средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трех разрешениях – 1080p, 2K и 4K. Как видно, играть можно в любые проекты, даже самые требовательные. Конечно, с увеличением разрешения экрана производительность видеокарты падает, однако технологии NVIDIA DLSS и MDFSR помогут существенно увеличить частоту кадров в игре. Ну а обзор подошел к концу. Если он понравился вам, то не поленитесь поставить лайк, так вы поможете развитию нашего канала. Обладателей этой карточки приглашаю оставить отзыв в комментариях. Остальным напомню, что в описании под видео я оставил ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на данную видеокарту и купить ее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До скорого!